Всем привет! С вами Наталья и канал Магии Успеха Второй Самопознания. Сегодня предлагаю раскрыть тему, что же вас ожидает в 2023 году с загаданным человеком. Итак, сосредоточьтесь, пожалуйста, на том человеке, который вам интересен. Вариант будет один. Расслабьтесь, примите удобное положение, хорошо визуализируйте своего мужчину. Представьте его руки, ноги, пожалуйста, не скрещивайте. Настройтесь на расклад и пусть та информация, которую я буду озвучивать, идет к вам прямым потоком, без каких-либо препятствий. Давайте посмотрим для начала, какой мужчина к нам сегодня пришел на расклад. Если вы чувствуете резонировать, то продолжайте смотреть. Итак, кто к нам сегодня пришел на расклад? Почему-то к нам сегодня пришла на расклад женщина. Странно, не правда ли? Ну, смотрите, в любом случае, мужчина будет под большим влиянием некой женщины. Возможно, это будет мама, возможно, это будет кто-то старше его, не обязательно. Может быть, это будет сестра, но также это может быть и его супруга. Действительно, мужчина может быть женат. Если вы смотрите на женатого человека, то здесь нам карта сразу об этом и показывает. Если все-таки обращаться к характеристике, более к психологическому разбору, то человек здесь приземленный, человек здесь более такой семейных традиций, человек, который будет в каких-то аспектах немножко меркантильный, он будет щепетильный в хозяйственных вопросах, человек будет направлен на зарабатывание денег, и для него очень важна стабильность, для него очень важен какое-то некое постоянство и твердая почва, как говорится, под ногами. Если этого не будет у него, то у него будет некая паника. Кстати, он может впадать в некие такие панические состояния, потому что нам уже выходит в такой женской энергетике мужчина, честно говоря. Конечно же, он как мужчина, он себя проявляет, он тверд в своих решениях, но в нем присутствует некая мягкость. То есть человек может быть и так, и так. Давайте еще дополним, какой это мужчина все-таки, да, человек, какой это мужчина. Интересный, конечно же, мужчина, мужчина в какие-то периоды своей жизни, он может тотально что-то разрушать. То есть, смотрите, для него свойственно менять свою жизнь в корни, как говорится, да. Он может, допустим, переезжать из одного, как говорится, дома в другое, либо из одного места жительства в другое место жительства. Также человеку свойственно разрывать конкретные какие-то связи, либо он может менять несколько раз профессии за всю свою жизнь, да. То есть человеку это свойственно. Это, конечно, может быть в некой степени болезненно для него, для самого, но другого решения он не видит. То есть однозначно приходят такие периоды, моменты, когда человек понимает, что что-то в своей жизни менять необходимо, и это будет для него неизбежно. И он не побоится, честно говоря, он будет разрушать все тотально и, как говорится, начинать все с чистого листа. Какой еще этот мужчина? Давайте посмотрим. Ну, смотрите, честно говоря, мужчина выходит к нам очень таким харизматичным, живым, огненным, страстным. Человек всегда за все новое. Еще раз повторюсь, человек не боится каких-либо даже трудностей. Он просто уверен в своих силах. Конечно же, иногда, как мы обычные люди, он не может быть все время идеальным, он может впадать в какие-то депрессивные состояния, но, тем не менее, он всегда оттуда, ну, по аркану тузу жезлов, он всегда будет стараться выходить оттуда неким победителем. Он завоеватель, он всегда такой вот, ну, он яркий. Этот мужчина однозначно яркий. Он может быть и очень таким домашним. Вот, смотрите, человек такой тоже интересно выходит. Он может чуть ли дома, как говорится, и прибираться, и там, и вкусно приготовить, и что-то испечь, да. Человек к этому расположен. Он может своей супруге очень хорошо помогать, да. То есть, возможно, он раньше в детстве помогал своей маме тоже по хозяйству. То есть, для него это норма, для него это нормально, для него это не стыдно, да. То есть, как-то помочь своей женщине решить какие-то бытовые вопросы. И в то же время человек, нету неядец, нет. Человек постоянно будет работать, человек постоянно будет в движении, понимаете. У него энергия, тьма, человек прям, ну, всегда на позитиве. Вот этот человек, кстати, может очень четко заряжать других людей, но и в то же время этот человек очень может сильно разрушать других людей. Это он тоже умеет. Это он тоже умеет. Хорошо, давайте посмотрим. Теперь зададим следующий вопрос. Что вас связывает друг с другом? Что вас связывает? Знаете, некий такой баланс, некая равновесие. Скорее всего, когда вы находитесь рядом с друг другом, спокойствие. Знаете, такая какая-то тихая гавань. Нету ни скандалов, ни криков, ничего такого. То есть, даже если вы ссоритесь, то эта ссора будет, знаете, тихая ссора. Ну, уж какой-то такой момент идет, да. Вы друг друга, знаете, такое ощущение, вы друг друга дополняете, вы друг друга умиротворяете. То есть, здесь может столкнуться, как говорится, огонь и пламя. Потому что вот здесь девушка, она по аркану умиренность, она может совмещать вот несколько стихий и создавать что-то нечто. Это третье, да. То есть, в данном случае, что вас связывает. Вы можете, вот смотрите, вы можете быть совершенно противоположными. И как раз из-за этого вы можете притянуться друг к другу. Вы совершенно, может быть, разные по темпераменту. Но, это, знаете, как плюс с минусом сошелся, да. И вот, как бы, притянулись друг к другу, и все хорошо, и как бы, и все работает, и все прекрасно, и все замечательно. Возможно, конечно, сейчас ваши отношения, они находятся на некой паузе. В каком-то таком, знаете, есть некое неразвитие, непродвижение в ваших отношениях. И, кстати, ваши отношения могут длиться уже очень довольно длительный период по вот этому аркану. Давайте посмотрим, кто вы для него вообще. Кто вы для него? Ох ты! Ну, девочки, аллилуйя! Вы для него императрица. Вы для него женщина, которая включает в себя все ипостаси королев, да. То есть, это и королева кубков чувственная, нежная, которая умеет любить. Женщина-королева Пентакли, она хозяйка, она очень теплая, она очень добродушная, да. Королева Жезлов, это страстная натура, это зажигалка, она знает себе цену. Все женщины, конечно, знают себе цену. Королева Пентакли, так это точно? Она умеет еще и плюсы деньги считать, да, то есть финансовых вопросов она хорошо разбирается. И плюс еще королева мечей, то есть острый ум, человек не летает в облаках, понимаете. В вас включено все. Вы для этого мужчины, знаете, некий идеал женщины. Вот, ну, круто, конечно, круто. Хорошо, давайте посмотрим следующий вопрос. А вот вообще, кто он для вас, да, как видят высшие силы? Кто он для вас? Смотрите, а он для вас, знаете, своего рода идет с точки зрения высших сил, как некая справедливость в вашей жизни. Он вам, знаете, идет для какого-то внутреннего баланса, я даже так скажу. Внутренне какое-то уравновешивание. То есть человек пытается даже как-то вас гармонизировать как личность, как женщину. Вот посмотрите, он вас видит императрицей, да. Он вам дает такое понимание, что у вас есть все. И вот эти все качества, которые я ранее перечислила, они находятся в каком-то одинаковом процентном соотношении. Ну, если вот так вот немножко, чтобы вы понимали, о чем речь. То есть человек как-то вас балансирует. То есть он пытается, чтобы вы не впадали, допустим, в сильный гнев, к примеру, да. Либо вы сильно там не умилялись, допустим, какими-то вещами, либо этим же мужчиной, да. То есть он вас держит с одной стороны в каком-то тонусе. Представляете? И однозначно с точки зрения высших сил вы для него являетесь судьбоносным человеком. И так же и он для вас является тоже судьбоносным человеком. То есть здесь вышел старший аркан справедливости. Вы однозначно друг для друга очень значимые люди. Здесь по вот этому аркану может быть так, что вы уже находитесь в законном браке, либо же вы должны были прийти к узаконенным отношениям друг с другом. Ну, интересно, конечно же, сегодня карты показывают. Давайте посмотрим ваши отношения на сегодняшнее время, да, с точки зрения высших сил. Что между вами? Как классно, девочки. Между вами есть любовь, между вами есть чувства. И чувства эти искренние. Эти чувства, которые наполняют и вас, и этого мужчину. Ну, то есть вашего загаданного человека. Вот смотрите, как я ранее говорила, как карты у нас говорят, да. Аркан влюбленные ложится с арканом вот умеренность. Вот вы дополняете друг друга, вы чувствуете друг друга. Вот здесь между вами, кстати, очень может и хорошо проходить ментальная связь. Вы можете чувствовать друг друга на расстоянии. И это не просто так. И это, возможно, даже эти чувства, вот это ощущение, оно у вас возродилось именно с этим человеком, понимаете? То есть вы стали как-то чувствовать на расстоянии совершенно другую личность, понимаете? То есть, скорее всего, до встречи с этим человеком вы не ощущали этого. Этого у вас не было. Этого у вас не было. Вы знаете, вы как два ангелочка, если честно. Вы как два ангелочка любящих. Вы пара. Понимаете? Вот какие, вот что между вами, вот вы однозначно пара. Давайте посмотрим, что дает вам загаданный человек в этих отношениях. Что он вам дает? А он вам дает некую стабильность. Все-таки вышел нам король Пентакли, да? Все-таки король Пентакли. Девочки, это может быть ваш действительно супруг. Либо этот человек может быть для вас потенциальным супругом. Он вам дает некую стабильность. Он вам дает некую уверенность даже в завтрашнем дне. Этот человек может заботиться о вас, как-то оберегать вас. Может быть, конечно, это не всегда. Вот так я будет явно проявлено с его стороны. Но он может вам это все дать. Понимаете? Он даже может вам дать реально статус. Если вы еще не в законных отношениях, то он вам это может как раз-таки и дать. Для чего вам вообще нужен все-таки этот мужчина? Давайте посмотрим все-таки, для чего он вам нужен. Для чего он вам нужен. Ну, знаете, если честно, научиться, скорее всего, работать в отношениях. Все-таки мы смотрим с точки зрения, да? Как-то накапливать какой-то свой опыт, умение общаться, ну, как бы со своим партнером, находить какие-то компромиссы. То есть, вот еще такой идет момент, это в долгую, понимаете? Это не просто так, для чего он все-таки вам дан, этот мужчина. Для, вот даже могу сказать, для приобретения какой-то внутренней силы в себе. Он вас, понимаете, он вас на что-то двигает. Он вам дает некий ресурс. Возможно, вы себя можете проявлять в карьере, да? Допустим, в зарабатывании финансовых средств. Понимаете, он вам дает некий потенциал. Он вас взращивает. Возможно, действительно, как личность. Как вот женщину. Вот видите, он вас видит императрицей. Девочки, если вы себя таковой не считаете, ну, всякое бывает, да? Если вы себя таковой не считаете, то поверьте, вот этот мужчина, он может привести вас к вот этому состоянию. Это когда у вас реально будет все сбалансировано. Все стихии у вас будут сбалансированы. Это будет круто. Это будет, вы просто почувствуете такую благодать внутри, в себе. Это, конечно же, здорово. Хорошо. Давайте посмотрим следующий вопрос. Вообще, видит ли перспективы на 2023 год высшие силы с загаданным человеком? Видит ли перспективы отношений в 2023 году высшие силы с загаданным человеком? Видит ли перспективы? Будет принято твердое решение. Будет принято однозначно какое-то твердое решение. И куда это решение выведет? Куда это решение выведет? Ну, смотрите. Скорее всего, здесь еще в этих отношениях каковы перспективы. Отношения могут быть, да? Но все равно в этих отношениях будет прослеживаться некое противоборство. Понимаете? Вот получается, если девочки кто-то пытается из этих отношений выйти, выйти, кто-то пытается из этих отношений выйти, то, скорее всего, у вас может получиться, вы можете как бы расстаться с загаданным человеком, но это будет некая потом по итогу внутренняя борьба. А правильно ли я поступила, да? Дальше мы примерно подобный вопрос зададим, да? Если же нет, если какой-то накал у вас внутри, да, вот будет прослеживаться в ваших отношениях, то здесь будет все равно проявляться некая сила воли. Некая сила воли. Возможно, для сохранения этих отношений, понимаете? Ну, однозначно будет, знаете, как столкновение двух титанов, двух сильных личностей. Двух сильных личностей. То есть, каковы перспективы? То есть, просто не будет. Вот совсем, вот смотрите, здесь было умиротворение у нас, да, то есть, у вас некий баланс. Скорее всего, у вас может получиться так. Сначала стычка некая, да, а после этого вы как-то сможете все-таки, допустим, как-то утихомирить этого мужчину и, как бы, сделать все гармоничным. Вы можете это сделать. Хорошо. Перспективы понятны. То есть, просто ничего не будет. Будет еще некая борьба. Так. А вы вообще сами хотите ли продолжение отношений с загаданным человеком? Вот вы сами. Что нам карты покажут? Вы сами хотите отношений. А вот здесь у вас идут некие сомнения, понимаете? У вас вроде бы хочу, вроде бы не хочу. Я, с одной стороны, понимаю, что эти отношения могут быть гармоничными, да, но и в то же время как качели какие-то. То есть, скорее всего, вам мужчина, вроде бы он пытается вам дать некую стабильность, но уверенность, как говорится, в завтрашнем дне, но бывают порой провалы, понимаете? Вот прям такого стопроцентной уверенности, такое ощущение, что вы от него не получаете, вы от него не чувствуете. От этого момента не происходит. Так. Следующий вопрос. Чего вообще можно ожидать от загаданного человека в 2023 году? Что от него вообще можно ожидать? Ну, смотрите, от него можно ожидать некое разочарование. То есть, возможно, человек вас чем-то может расстроить. Как-то, знаете, вы будете ощущать, что эти отношения, они, скорее всего, вот в этих отношениях, вот что-то пойдет все равно, такое ощущение не так в этом году. Некое разочарование будет. Чем-то он вас расстроит в 2023 году, да? Так. Какой у нас вопрос был? Чего можно ожидать от него в 2023 году? Некую потерю, что ли? Чем-то он расстроит вас, девочки. Чем-то он... А чем ты вообще тут расстраивать собрался? Ой, каким-то своим уходом. Но это такой уход по восьмерке кубков, знаете, идет, что я ушел, но я вернусь. Знаете? Вот какая-то такая история. Хорошо, тогда зададим следующий вопрос. А вообще, хотел ли продолжать отношения с вами, загаданный человек? Хотел ли он продолжать с вами отношения? Ну, посмотрите, здесь у нас идет мужчина такой на троне. Вообще, да. Вот император, как он положит, отвечает, да. Он хотел бы с вами продолжить отношения. Но еще раз повторюсь, девочки. Смотрите, здесь будет некое противоборство. Возможно, вы где-то ему не уступите. Смотрите, как идет. Возможно, вы где-то ему не уступите. И он заставит вас немножечко попереживать, понервничать. И он как бы уйдет, но с тем, знаете, намеком, такое ощущение, что я как бы, ну, я обратно вернусь. Но император, он тоже еще, знаете, такой жесткий, он волевой в своих решениях. И если, по идее, император что-то решил, то обратно, как говорится, он свое слово забрать не может. Поэтому, хотел ли бы он с вами каких-либо отношений? Да, однозначно хотел бы, безусловно. И еще человек хотел бы, конечно, здесь доминировать, девочки, честно говоря. То есть, он хотел бы тут быть в ваших отношениях главным. Ну, с одной стороны, это неплохо. Почему бы не довериться мужчине, если... Он, кстати, у вас видит пара. Посмотрите, как интересно выходит сегодня в раскладе. Королева Пентакли, король Пентакли, император и императрица. Вот реально он вас чувствует, и он понимает, что вы его пара. Но так как вы тоже сильная личность, поэтому у вас идут столкновения интересов, понимаете? Стычки будут, однозначно, стычки будут, разочарование будет. Но это, как бы, это временное все. Поэтому здесь даже особо не расстраивайте. Хорошо. Давайте зададим следующий вопрос. Вообще, как он будет к вам проявляться в течение года 2023 года? Ну, тенденция, да, общая. Как он будет к вам проявляться? Как он будет к вам проявляться? Ну, однозначно, он будет вам предлагать какие-то планы. Он вам посыл на некое будущее, да, что будет между вами, как и будет происходить. То есть, однозначно, он что-то планирует на будущее. То есть, какие вы его будут проявлять на положительные. Будет некая динамика. То есть, однозначно, человек уже закладывает, что будет происходить в вашей паре в будущем. Что будет происходить в вашей паре в будущем. Хорошо. Сейчас зададим такой вопрос для тех девочек, кто в расставании, да, вот кто расстался. Возможно ли воссоединение вас с загаданным человеком в 2023 году? Возможно ли воссоединение? Ну, смотрите, здесь, скорее всего, вы сами как-то боитесь вообще наступить на одни и те же грамли, потому что у вас присутствует некий страх. Возможно, действительно, вас человек мог в чем-то разочаровать. Вы за что-то беспокоитесь. Вы не уверены, хотите ли, возможно ли, как-то, как бы, воссоединиться с загаданным человеком. Есть какое-то переживание, есть страх. Также и этот страх есть со стороны вашего загаданного человека. А вдруг не получится? То есть, знаете, здесь такое ощущение, что что вы, что он, вы себя как-то больше накручиваете. Чего-то больше, вернее, тех событий каких-то нету в реале. А вы себе это все как-то придумываете, фантазируете такое ощущение, да? И, естественно, это доставляет вам некий внутренний дискомфорт. Возможно ли у вас воссоединение с ним? Есть какие-то переживания, есть какие-то неуверенности. Вот понимаете, есть тотальная неуверенность. Есть тотальная неуверенность. Хорошо. Так. Следующий вопрос зададим. Вот. Если вы все-таки с этим человеком расстались, да? Вот по вашему мнению, правильно ли вы сделали свой шаг? Вот правильно ли вы приняли свое решение? Правильно ли вы приняли свое решение? Да. Однозначно да. Здесь вы приняли правильное решение. По одной простой причине. Потому что человек здесь действительно вам не давал некую поддержку, защиту, уверенность. Возможно, этот человек вам что-то говорил, но это все было в пустоту, то есть обещания свои не сдерживал. Здесь однозначно да. Если девочки, кто не поставил точку в этих отношениях, давайте также посмотрим и для вас, посмотрим и для вас все-таки, правильно ли вы сделали решение, да? Продолжать отношения с загаданным человеком, чтобы они перешли в 2023 год, правильно ли вы поступили? Ну, смотрите, здесь у вас будет некое ожидание, то есть продолжение отношений однозначно есть. Вы уже что-то, семя заложили, то есть уже всходы даже есть в ваших отношениях, и они действительно вас могут привести к чему-то хорошему, к какому-то благополучию. То есть, в принципе, те девочки, которые решили остаться в этих отношениях, да, задатки есть на благополучие однозначно. Только здесь главное не торопиться, главное здесь степенно, как бы, переходить на новые этапы взаимоотношений друг с другом. Здесь тоже, в принципе, однозначно, да, результаты у вас будут очень хорошие. Да, и вот здесь еще на дне колоды, вы победительница, то есть вы добьетесь того, чего хотите однозначно в этих отношениях. Ну и давайте посмотрим некая вообще такая обобщенная подсказка на 2023 год относительно этих отношений. Подсказка. Помните одно, что вы самая прекрасная, самая яркая, самая лучезарная девушка во всем мире, во всей Вселенной. Вы очень яркая, вы очень творческая. Ставьте, пожалуйста, перед собой цели, мечтайте, достигайте этих своих желаний. И главное верить, главное верить, и все у вас получится, все будет прекрасно. И здесь еще хочется сказать, если все-таки есть между вами холодок, постарайтесь от этого холодочка уйти, чтобы ваши отношения были более гармоничными. Более гармоничными, более слаженными. И тогда у вас 2023 год будет самым ярким, самым насыщенным, наполненным. Будет все, стычки тоже будут. Но в любом случае, вы предназначены друг для друга. Вы пара. И сегодня вышли очень красивые и яркие арканы, честно говоря. Император, императрица, аркан справедливости, аркан сила. У вас не просто отношения, а вы созданы друг для друга по двойке чаш. Поэтому, дорогие мои, берегите ваши отношения, если вы тем более интуитивно понимаете, что человек вам реально неравнодушен. Ну, а те девочки, которые понимают, что данный мужчина как-то не дает вам уверенности, примите это как за данность, как за факт. И проанализируйте просто хорошо по девятке мячей. А стоит ли загоняться в такие размышления и постоянно пребывать в каких-то бессонных ночах и, как говорится, разрушать себе нервную систему. Думаю, так не стоит делать. Поэтому постарайтесь себя перенаправить, фокус мысли перенаправить совершенно в другое русло. И я уверена, тогда король жезлов... Кстати, король жезлов может в 2023 году начать вас возвращать, потому что это такие люди, знаете, они... Но опять-таки, да, если я вижу цель, я не вижу препятствий. Этот, кстати, человек попытается вас добиваться. Но здесь подумайте много раз, чтобы, как говорится, не наступать на одни и те же грабли. Люди могут где-то поменять свои повадки, привычки, да. Это можно в человеке исправить. Но суть человека, конечно, не исправишь. Но какие-то его мироощущения, может быть, человек будет что-то открываться, более такое глубокое, да. А по девятке мечей, кстати, человек тоже здесь может... Ему, кстати, подсказки могут приходить во снах очень много, да. Даже если не во снах, то однозначно какой-то духовный рост у человека будет. Какой-то духовный рост у человека будет. Ну, вот такой вот сегодня получился замечательный расклад на 2023 год, на ваши отношения. Пожалуйста, девушки, пишите в комментариях, как с вами резонирует, как проигрывается. Ну, чувствуйте, что это ваша история или не ваша, да. То есть на будущем мы вперед все равно особо не забегаем. Это невозможно сделать. Я с вами надолго не прощаюсь. Желаю вам в преддверии Нового года наращивать настроение в себе. Задор, веселье. Суетитесь. Общайтесь. Готовьтесь к празднику. Придумывайте разнообразные меню. Какой у вас будет наряд на Новый год. Собирайте гостей как можно больше. Как Новый год проведешь, так, значит, весь год у тебя и будет. Я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok